Здравствуйте! Четверг, 24 февраля, и вы смотрите на телеканале РЭТВ программу Курзомского телевидения «Взгляд из Винспилса. События, люди, мнения» в студии Олеся Пшененко. Сегодня в нашей программе «Венспилсчане» говорят о том, что сейчас происходит в Украине. Мы побываем в Венспилской первой основной школе и расскажем вам о новом проекте, который реализует Венспилский дигитальный центр. Мы получили известие, что российские военные вторглись в Украину. Я думаю, что мы все до последнего момента верили в то, что удастся договориться, пойти по дипломатическому пути. К сожалению, в реальности все по-другому. Многие поколения российских политиков, которые говорили о войне, думаю, не могут надеяться на понимание жителей в этом вопросе. К сожалению, ситуация изменилась, и какая бы работа ни велась на территории России, ясно, что будут жертвы и среди российских молодых людей, которые участвуют в этой войне. В нашем городе живут довольно большие диаспоры, украинская и русская. И я думаю, что у каждого в этой ситуации есть свое мнение. Но надо помнить, что все мы живем здесь, в нашем городе. И я не помню, чтобы у нас когда-нибудь были межнациональные конфликты. Я надеюсь, что у стран Западного мира, стран НАТО, Евросоюзу, получится совершить правильные шаги и поступки для того, чтобы эту ситуацию как-то улучшить. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Я думаю, что Путин на этом не остановится. Он сделал это в Украине, и у него есть дальнейшие планы. Это мое личное мнение. Цены на газ поднимутся. И я думаю, что Западу надо было быстрее реагировать и вводить быстрее санкции. О Путине я ничего нового не узнал. То, что я думал о нем, как 20 лет тому назад, то и думаю сейчас. Но больше я сейчас думаю даже не о Путине, а о нашем руководстве. Потому что если разделять общество так, как это сделано у нас и было в Украине, всегда найдется место для провокаций. Чувствую себя плохо, нервничаю. Думаю, что одной Украины ему будет мало, и он пойдет дальше. Если война начнет, то она начнет всех. И мы, как жители Европы, должны будем стоять друг за другом. Украина айцена стартоватиско сабиедриву, не кавейотись рейкотись. Ваи табут санкцией пакеты, ваи милитараси екарты. Латвийс Валдий бинформе, как готово есть узнавать беиглисты на Украине. Еще в прошлом году Виенспилский дигитальный центр начал реализовывать новый проект – создание центра «Цифровая трансформация». Рядом с уже существующим зданием дигитального центра реконструируется важный объект, находящийся в старом городе, где в будущем планируется разместить учебный центр для взрослых. Надо отметить, что это будет опять первый в Латвии дигитальный центр трансформации. Это будет единое здание дигитального центра, и это помещение мы используем для расширения и проведения здесь наших занятий. Главная цель всего этого – мы хотим развивать образование для взрослых. Это здание небольшое, здесь будут два учебных класса нормального размера, небольшое помещение для ожидания, и хотелось бы, чтобы сюда к нам приезжали и приходили как винспилсчане, так и гости. Людям необходимо дать возможность осваивать знания дигитальных технологий. Идея этого проекта родилась во время ковида, когда стало ясно, что людям необходимо развивать свои навыки в сфере цифровых технологий, поскольку, как показало время, имеющихся знаний и навыков было явно недостаточно. Сейчас мы видим, что в государстве много проектов развития, которые поддерживают улучшение и освоение цифровых знаний, поэтому мы тоже готовимся и стараемся со своими идеями и программами принимать во всём участие. На данный момент в здании активно ведутся строительные работы. Как мы уже рассказывали ранее, это старинное здание, расположенное в исторической части города. Здесь много чего сделано. Они ещё проектируют, проводят строительные работы. Ничего не прекращается. И надо также иметь в виду, что это очень старое здание со своей историей и опытом. И всё это принималось во внимание во время внешних ремонтных работ. Мы постараемся какой-то элемент стиля дигитального центра привнести в это здание. На данный момент делаются, так сказать, основные вещи. Установлена новая конструкция и покрытие крыши. Ведутся работы по настилу основания, чтобы можно было забетонировать пол. Сейчас ведутся такие большие работы. Строительство стоянки рядом со зданием центра полностью завершено и с данной эксплуатацией. Но пока ведутся внешние строительные работы и регулярно. Тяжёлая техника туда доставляет стройматериалы, пользоваться ею нельзя. Строительство планируют завершить в начале лета. Мы продолжаем знакомить родителей будущих первоклассников с учебными заведениями Венспилса. Сегодня мы побываем в Венспилской первой основной школе, или как её называют сами венспилсчане, школа Плявас. Она одна из старейших школ нашего города, и в следующем году ей исполнится 100 лет. Мы – современная творческая школа, открытая для каждого ребёнка. Мы работаем в соответствии с нашими ценностями. Мы гордимся достижениями нашей школы. Это касается и учебного процесса, и работы в различных проектах, и в спорте, и в других направлениях. Мы вместе со своими учениками вплоть до выпускного дня. Большую роль в достижении результатов играет педагог, классный руководитель. Именно он оказывает поддержку ученикам своего класса и воспитывает их. Поэтому давайте познакомимся с будущими классными руководителями начальных классов Венспилской первой основной школы. Будущий первоклассник, вначале всегда немного страшно, но у тебя, у нас просто не будет времени бояться. Мы вместе каждый день будем делать все наши работы, вместе будем отдыхать и играть, и вместе будем осваивать знания. Приходи к нам, и твоя жизнь будет полна радости и счастья. По словам руководства этого учебного заведения, несмотря на то, что школе так много лет, она продолжает развиваться и двигаться вперед. И будущее свое видит так. Современная, открытая, творческая школа, которая обучает детей. Школьников здесь ждет динамичная среда обучения, которая основана на компетенциях. Венспилская первая основная школа – одна из немногих школ нашего города, получившая эко-статус. Школьники могут посещать факультативы, работать с роботами, заниматься спортом после уроков, посещать кружок «Маленький мыслитель». Здесь мы развиваем навыки чтения, письма и учим думать логически и творчески. Двери школы открыты с полвосьмого утра, а в 8.00 классные руководители встречают детей в гардеробе. Занятия заканчиваются у первоклассников либо в 12, либо в час дня. Также в школе существует группа продленного дня, и дети там находятся до 4 часов дня. Во время работы группы продленного дня дети выполняют заданные на дом письменные работы. У них есть возможность получить начальные навыки в баскетболе как мальчикам, так и девочкам. Ну а в следующем году мы планируем в дополнение занятий по баскетболу для учеников продленного дня организовать и художественную студию, где дети смогут творчески развиваться и рисовать. Я обращаюсь с вами до завтра и желаю вам только одного – мира. Курзамское телевидение ищет сотрудника для работы над программой новостей на русском языке. Требование – умение переводить с латышского языка на русский. Если вы общительны и готовы окунуться в увлекательный мир телевидения, присылайте CV на адрес электронной почты ktv.kursamstv.lv. Дополнительная информация по телефону 29 637 861. Субтитры создавал DimaTorzok